К новостям спорта. 8 декабря в спортивном зале Заполярья Обского микрорайона прошел открытый турнир подзюдо среди школьников. О турнире спортсменов нашего города и гостях в следующем репортаже. Здесь невозможно в одиночку научиться. Единоборство значит не один. Чтобы в совершенной технике добиться, партнер надежный вам необходим. Со стихотворения, написанного лично Татьяной Хедровой, стартовал турнир подзюдо «Полярная сова». В нем приняли участие ребята из Лабытнанги и Оксарки. Приехали и болельщики. Один из них папа Артема Канева. Поддерживает сына. Действительно, путь у нас не короткий. Мы едем порядка двух часов, наверное, добираемся до Лабытнанга, вернее, до станции Апской. Начали чувствовать, конечно же, волнение. Приезжаем мы уже не первый раз. И волнение, конечно же, нас... Мы не можем привыкнуть к этому. Всегда волнуемся за детей. Я думаю, что даже больше, наверное, чем они сами. Надежда у нас, конечно же, на победу. Под руководством Павла Морозова из Оксарки приехали 15 спортсменов. На своих воспитанников он возлагает большие надежды. Увеличилось количество соревнований. Раньше у нас был новогодний турнир первенства города Лабытнанга. Сейчас уже такой турнир, как «Полярная сова». То есть ребята получают опыт. И в дальнейшем, выезжая на первенство Янало, мы уже с этим багажом боремся с другими регионами. Надежды, я думаю, у нас на первое место. Больше никакого. Поэтому, ну, я думаю, победит в любом случае дружба. Потому что у нас, я думаю, такие дружеские соревнования больше. Может показаться, что дружеские отношения могут мешать на татаме. После первой схватки поделилась эмоциями Алина Кисеева, одержав непростую победу. Только что у нас прошла схватка с моей подругой, ну, с соперницей. И я одержала победу. Это было нелегко, так как она тоже достаточно занимается. Лично я хожу уже три года. Спортсмены показали высокий уровень. Но было удивительно наблюдать и таких же молодых судей, не по годам профессиональных. Потому что есть желание помогать нашему тренеру. И хочется, чтобы соревнования проходили с пользой для нас. Так как нам это пригодится в дальнейшем. Я хочу связать свою жизнь с дзюдо, так как мне нравится. И это для нас очень большой бонус. То, что можно с 14 лет судить. Так как в дальнейшей жизни это нам пригодится. Стоит отметить отличную тенденцию. Молодежь нашего города выбирает спорт. Дмитрий Мавдрик, Евгений Садыков. Программа «Время местное».